Дорогие друзья, всем здравствуйте, всем привет из Кении. Мы едем в аэропорт, здесь Ольга за рулем. Вот она, моя драгоценная любимая жена. У нас закончились две недели по горным церквам. Мы говорили об образовании, мы говорили о важности образования в области семьи, в области детей. Эдвард, он вел целую серию проповедей для церквей горы Олгон. И я вот хочу у Эдуарда спросить, вообще его первое впечатление, он первый раз в Кении. Что ты ожидал от этой поездки, что ты увидел в этой поездке? И вообще, как ты оцениваешь свое проведенное время здесь? И что ты увидел из тех свидетельств, из тех историй, которых ты слышал от людей, общаясь с людьми? Разными людьми, да. Ну, впечатление о Кении, наверное, это как бы сильно будет громко сказано, потому что мы не были во всей Кении. Мы были в Найробе, вот когда я прилетел, потом мы попали на Киталы, на горы Олгон. Побывали в Покоте, вот, и везде Кения разная. Везде разные люди, поэтому мое впечатление, оно больше складывается в отношении горы Олгон, потому что именно там больше всего мы имели общение с людьми. И меня очень впечатлили сами люди. Дело в том, что несмотря на их образ жизни, на нищету, в которой они живут, удивило меня то, что они очень открыты для Слова Божьего. И это было вообще самое приятное, что здесь вообще было, это то, что люди открыты для того, чтобы Слово Божье их изменяло. И они об этом не просто говорили, потому что я спрашивал, согласны ли вы меняться и так далее. Конечно же, как и все, наверняка, отвечали бы, потому что ответ очевиден. Все говорили, да, конечно, но на самом деле они сразу же впитывали Слово, они его исполняли, и поэтому были свидетельства сразу, не надо ожидать год. Мы видели, как сразу меняются отношения в семьях, они сами об этом свидетельствовали. Это было самое лучшее, что вообще здесь мог ожидать, что здесь было. Но, с другой стороны, здесь, конечно, нужда еще остается нуждой, это только начало. Даже когда мы поднимали темы о семье, это были просто базы, это самые основания, это самые простые вопросы. И они сразу же дают результаты, слава Богу. Но нужно обязательно еще людей, которые бы могли продолжить и темы о семье, и вопрос образования детей, детей в воскресной школе. Здесь немерено детей. Я как бы ожидал, я видел ваше видео, вот я ожидал увидеть много детей, но не столько. И они, ну, не столько. И они, я не помню этот мультик как-то про Льва, если ты помнишь, Лев, он приехал в гости к своим родственникам, и они там за ним бегали, вот эти детки. Вот, было такое ощущение. Бонифаций, бонифаций. Это наше. Было такое ощущение, это наши детки. Что ты был бонифацией, а они были клинистские дети. Вот, типа того. Вот, они просто, ну, они за тобой, они хотят что-то. И не то, что они хотят какую-то подачку, они хотят вот именно отношений, любви, они хотят вот пережить вот эти отношения, они нуждаются в этих отношениях. В семьях здесь, конечно, из того, что мы слышали, какие вопросы задавали люди, иногда, я просто в шоке был, что такие вопросы задают. Я даже их не буду говорить вот так вот в эфир, но вообще, как будто бы странные вопросы, но они, они есть, это настоящее. Все, что здесь меня впечатлило, в Кении, что, ну, все настоящее, все оно такое, как есть. Кунтерс и Ольга в том числе, они настоящие. Настоящие африканцы, епископы, которые были, они не все знали, представьте себе, они не знали про сотворение мира, вообще ничего. Я спросил, сколько людей Бог сотворил, ну, просто ради шутки. А они не знали, и оказалось, это совсем не шутка. Они не знали, сколько Бог сотворил людей вообще. Но при этом они открыты для Бога, и Бог действует в них. Им не достает просто знания. Нужны знания, знания, которые люди передают, чтобы они не просто знания, но чтобы они действительно сами переживали, сами учили тому, что умеют. Поэтому очень нужны такие люди посвященные. Нужны молитвы, молитвенников, которые не просто вспомнят, я извиняюсь, конечно, перед всеми, кто слушает, просто скажут, «О, благослови Господь Кению». Спасибо и за такую молитву, но важны те, которые могут встать в проломе, потому что здесь очень большое духовное противостояние, колдовство, оккультизм, который явно выражается даже в некоторых людях, которые ходят в церковь. Здесь нужны финансы. Как бы это банально ни звучало, они, конечно, всем нужны, но здесь они действительно нужны. Они здесь не на пирожки, не на какие конфеты расходуются. Они расходуются для того, чтобы преодолеть расстояние. И одно дело, эти видео, братья, сестры, все, кто смотрит, это совершенно не то, по-настоящему это недостаточно. Видео не рассказывают то, что есть на самом деле. Эти дороги, которые мы проезжали, это просто убийство машины. Но мы едем туда, потому что там ожидают люди. Ну все, дошло до того, что мы здесь оставляем нашу машинку на поле. Дальше туда уже пойдем вообще пешочком, потому что все. Там уже все закончилось. Нужны машины. Вообще здесь нужна нормальная машина. Это хорошая машина, слава богу, за нее. Но нужна та, которая будет проходимая, потому что нас один раз, африканцы, просто выгребали из земли, потому что мы застряли еще когда ехали туда, а не обратно. Вот, и поэтому здесь очень нужны финансы, нужны для лекарств, нужны для того, чтобы можно было обеспечить всем мне, мне приехать и проповедовать, добраться туда как минимум. Вот, поэтому нужны, нужны Библии, нужны переводы на свахиме. Да нужны. И кто-то скажет, ну я только могу один доллар дать. Знаете, доллар, да, перевод одной страницы на свахиме, это уже целая страница, вы много сделаете. Поэтому вопрос не только миллионов, хотя и миллионы нужны. В общем, нужны деньги, нужны люди посвященные, которые могут приехать и вложить, выложить свое сердце здесь, оставить его в этой кении, благословить всем, что вы можете, своими талантами, своими способностями передать их здесь этим местным жителям, потому что вот они нуждаются во всем. Вот если спросить, в чем они нуждаются, да во всем они нуждаются, они нуждаются просто во всем. Поэтому вообще у меня эта поездка, ну тоже где-то изменила внутри, я не только что-то здесь преподавал, учил. Я сам учился, больше всего учился тому, той простоте и открытости вот этих братьев и сестер пастырей, которые закладывают свои земли, чтобы обеспечить детям или здоровье, или учебу ихнюю. Вот они отдают свои земли, чтобы там была церковь, чтобы там проходили служения. Это люди, у которых нет этих, нету достатка, и они жертвуют. Вот этому можно учиться. А мы в Европе, в Америке, где мы там находимся, вот у нас намного больше всего есть. Мы намного больше можем пожертвовать. Это как вдова и те, которые отдавают. И самое главное, да, самое главное у тех людей, которые находятся в Европе, в Америке, у нас есть знания, у нас есть образование, у нас есть церковное образование. У нас есть много-много опыта, даже того опыта, который остается даже вот где-то в области теории, да, наверное. Но здесь он может стать практикой. Ну, по-моему, сегодня мы были уже перед тем, как ехать сюда, вот утром было служение в одной церкви, которую можно назвать по местным меркам, не в сравнении, конечно, с Западом и Америкой, продвинутой церкви. Там уже даже есть клавиши, на которых парень пытается попадать на эти клавиши. И прославление какое-то, вот, то есть там уже есть что-то, там есть не только барабаны, там уже электричество появилось, да. И люди знают про Адамский сад, люди знают места из Библии. И при этом, при всем, пастырь, служитель сегодня сказал, он вообще первый раз слышал вот такого плана тем. Вот, то есть, а я ничего такого прям не рассказал, что-то такого глубокого или каких-то обыкновенных простейших. Супер-мега-откровения. Да, то есть, здесь очень нужно слово, нужны знания, нужны основания веры для начала. Нужно помогать служителям. И что мне очень вообще тоже впечатлило, это то, что вот Ольга и Бунтерс, они как раз занимаются не тем, чтобы вокруг себя создать какое-то общество, а они просто помогают обществу самим вырасти, создаться, родиться здесь и жить своей жизнью. Это их страна, чтобы они и работали здесь, и служили здесь. И вот почему мое сердце, оно здесь и остается. Потому что здесь никто не ищет славы себе, здесь ищут славу Богу. И здесь хотят реально помочь людям. Поэтому я вообще очень благодарен. Вот это меня тоже впечатлило. Поэтому все вместе меня так впечатлило. Go with Christ, дорогие друзья, это не Кунтерс и Ольга, это все мы. Это все те, которые хотят сюда, в Кению приехать. Не просто раздавать конфеты, не просто развлекаться, заниматься миссионерским туризмом, но которые готовы приехать сюда для того, чтобы инвестировать свое время, свою энергию в этих людях, инвестировать ее в Кеницах. И это вопрос номер один, который стоит во главе, угла всего того, что мы делаем, как мы планируем наши действия, как мы планируем приезд, работу, служение таких людей, как Эдуард, Юрий, который был перед ним, Даша, которая была. Это все люди. Дашу помнят, вспоминают, все интересные. Да, вы что? Вот поэтому, слава Богу. На самом деле, я вам хочу сказать одну очень такую истину. Есть категории людей в Кении, которые ценят подачки, но гораздо больше та категория людей, которые ценят знания, которые им дают. И они это ценят гораздо выше. Почему они так вспоминают Юрия, почему они вспоминают Дашу? Потому что эти люди приехали для того, чтобы дать какие-то определенные знания, и они выложили себя в том, чтобы дать эти знания. Это то, что сделал Эдуард. Поэтому, естественно, таких людей приглашают сюда. Мы приглашаем таких людей сюда. И спасибо огромное, Эдуард. Ты пожертвовал своим временем, ты пожертвовал огромными финансами для того, чтобы прилететь сюда из Бельгии и быть с нами. И оставить какое-то вложение, лепту на горе Олгон. Огромное тебе спасибо, брат. Нам спасибо. Вообще всем спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Ну что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы вас приглашаем, мы вас ждем сюда. И пусть вас Бог благословит всех. И мы уже приехали в Элдоредовский аэропорт. Заезжать будем на территорию, будем отключаться. И пусть Бог вас благословит. Буквально через 45 минут Эдуард будет уже в воздухе. Если даст Бог. Если даст Бог, да. Если нас не подведут к низкой авиалинии. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...